ребята всем привет наконец я нашел время чтобы записать это видео которое я обещал уже две недели ребятам в телеграме так вот начнем с самого начала там были очень много вопросов которые у нас записаны все есть перед этим я хочу найти как в общем рассказать об этом что вам нужно сделать поступают вопросы о том что как и получить визу как вы можете помочь все такое я не могу вам помочь получение визы и ни одно агентство не может вам гарантировать получение визу сша это невозможно решает только лишь офицер который нахуй принимает у вас интервью в посольстве америки так вот для начала решить что вам действительно это нужно если вы на самом деле хотите переехать тогда начинайте действовать и не откладывать большинство людей почему они не могут приехать потому что они все считают что нужно собрать информацию подумать а вот сделай вот это сделают то вот после этого начну нет вы просто тянете время через какое-то время вы как-то забьете на эту мечту вы не переедете я вам гарантирую вам нужно просто решить встать собрать документы подать на эту визу купить билет и прилететь сюда как большинство людей прилетать никуда в америку люди когда они прилетают просто в никуда а потом уже само собой тут на самом деле вот просто идет как-то самому то первое время будет очень сложно первый год самый сложный найти знакомство найти работу то другое но после этого когда вы уже будете как бы больше разбираться в тут сша что как делается вам будет поверьте мне легче и вам понравится так вот первым делом что вам нужно сделать пойдите получить визу обычную туристическую визу у кого есть возможность получить по визе талантов конечно это прекрасно получите по ней рабочая виза очень сложно будет получить мы разберем каждый вид виза обязательно самый легкий способ как вы можете это сделать получить туристическую визу и прийти то есть вы собираете документы с работы справку банка а если есть у вас какие-то документы которые ну доказывают что вы то есть вы вернетесь наберите вас купча на квартиру или техпад вас есть недвижимость здесь машины то другое что-либо что доказывает то что вы не собираетесь мигрировать сюда вы вернете обязательно то есть на интервью ваша главная цель это доказать офицеру что вы вернетесь обратно себе домой большинство отказов которые получаются это недостаточные связи с родиной то есть что вы не убедили офицера в том что вы едете просто погулять и что вернетесь обратно домой когда вы придете на собеседование вам назначат день собеседования и это стоит 10 160 форма как я помню она стоила 160 монат я не знаю сколько она стоит сейчас вы оплачиваете это после этого назначают день интервью день интервью когда вы придете принесите все документы которые вы считаете нужны абсолютно все сам офицер выберет из них нужны для него посмотрит на них и даст вам на месте же ответ общаясь с офицером не надо нервничать и надо показывать даже я вам скажу не знаю мой тип такой что не нужно показывать что вы знаете хорошо английский что такое вы можете с ним говорить на двух языках это на азербайджанском и на английском может половину на английском половина азербайджанском не нужно говорить что если у вас их нет что у вас есть знакомые сша потому что это хуже сделает вам почему потому что офицер понимает что вы приехал в сша у вас есть возможность остаться у вас есть знакомые которые могут помочь вам остаться поэтому вы говорите что нет у меня никого нет я прилетаю один просто погулять посмотреть америку и вернуть обратно вы делаете бронь отеля вы делаете бронь билета но не покупаете если вы покупаете вы даете офицеру как то что вы слишком уверены в том что вы получите эту визу это тоже негативно сказать не покупайте отель а просто сделайте бронь расскажите свой план действий что вы собираетесь сделать куда поедете что собираетесь увидеть что еще получив визу я прикреплю всякие значит ссылки на группы вконтакте вконтакте есть всякие группы русские в лос-анджелесе то другое где вам помогут вы хотя бы будете больше понимать а а сша что то делать кто чем занимается кто какие услуги может вам предоставить там все об этом пишут все друг другу помогают конечно же многие из них с оплатой но можно и найти тех которые просто помогают бесплатно так вот если все прекрасно вы получили одобрение что ваша виза одобрена это вам он скажет на интервью до его каждому из вас вы услышите слова что сезон виза достиг олунду а круг олунду и после этого через несколько дней вы сможете забрать свой паспорт на почте очень находится на проспекте риманова недалеко от я не знаю там все еще если нет армии кафе доминос вот около него так вот что дальше вы получив эту визу берете билет обязательно берете билет туда обратно потому что вас азербайджан не выпустит если у вас нет обратного билета и также сша даже если как-то вам посчастливится вылететь америка вас не впустит без обратного билета вас будут на границе могут допрашивать могут нет опять-таки зависит от офицера который будет стоять там зачем едете куда идти они могут даже давить на вас кто-то вас встречает нет у меня было так когда я прилетел он начал на меня давить кто тебя встречает я говорю никто кому ты приехал скажи есть ли кто-либо тут который прилетели с тобой твои друзья я говорю нет кто тебя встречает ответь мне на вопросы к сушат заценят меня никто не встречает я приехал один конечно же это было не так вот опять-таки тут может быть на вас давить они могут давить но не вздумайте говорить правда и обязательно вы должны говорить этому офицеру пограничнику все то же самое что вы говорили офицеру в посольстве если ваши слова расходят например вы там сказали что нет у вас никого нет а приехал снова говорится что она меня встречает мой друг этот человек этот офицер все видит системе и он вас не вкусит перед моими глазами случилась такая ситуация муж и жену их поставили обратно сначала вас суют кому-то до допроса а потом после этого но то что судить кому-то для допроса это не обязательно означает что вас пошут обратно нет там могут вас допросить там поговорить о чем-то и пусть обратно сша но так вот перед этим вы должны найти себе место где вы будете жить и обязательно договориться с кем-то о машине что вы снимете в аренду если у вас будут деньги что купить сразу будут машины недорого можете среди такую машину взять три четыре пять тысяч если это вы будете снимать чтобы снимать это будет около 500 долларов в месяц 100 долларов будет ваша страховка я говорю примерно и но пока вы не получите американские права калифорнийские права когда уже получите калифорнийский страховка будет намного дешевле а то машина так вот далее берете машину снимаете жилье и начинаете искать работу вы конечно можете искать работу уже сидя у себя там где вы будете в какой стране или в каком городе не знаю вы будете искать на этих группах спрашивают то другое чем можно заняться обычно это первоначальные работы вот там в ресторанах парням мувинг мувинг это когда люди переезжают из дома в дом вы будете помогать там перетаскивать это все нанимается большой трак который все загружается это или работать как я сказал уже девушки еще там убирают отели там не знаю квартиры далее работа на убери окей вам нужно будет взять аккаунт в аренду потому что у вас нет social security номер social security и work authorization разрешение на работу получается только тогда когда вы уже будете подадить документы как вы подадите на легализацию тут не знаю мы это потом разберем но только когда вы будете легальным жителям вы получите эти документы примерно занимает год с момента подачи пока у вас нету это social security номера вам нужно брать аккаунт в аренду в том же самом контакте у этих ребят есть будет писать еще аккаунт в аренду примерно это 15-20 процентов от дохода и доход платится еженедельно вам капает на счет этого человеку и он отдает вам вашу долю значит опять киды грязь на 15-20 процентов не больше и вас должна быть машина начав работать да вы уже зарабатывать какую-то сумму денег вы понимаете сколько вам хватает сколько уплат не надо сразу брать квартиру что такое вы можете взять комнату а можно даже вы будете снимать комнату значит делить кем-то это примерно обойдется вам 500 долларов если будете снимать комнату где-то 1000 долларов квартиру снимает начинается от 1800 и выше смотря какой район и подаетесь начинаете собирать какую-то сумму какую-то определенную сумму денег подаетесь начать легализовываться тут вам это поможет адвокат адвокат будет брать примерно зависит от вашей ситуации от трех до десяти тысяч и вы платите не сразу платите ему постепенно ежемесячно скажем так об этом обязательно договоритесь с адвокатом так вот это первые шаги то что вам нужно сделать обязательно смотрите все группы задавайте мне вопросы дальше мы разберем о том что такое social security номер о том как его получить для чего он вообще существует после этого в ролике отвечу на ваши вопросы и будем также разбирать бизнес то есть открытие бизнеса в сша сколько вам нужно какой бизнес следует открывать как долго занимает это все можете ли вы открывать свой бизнес без как бы статуса в сша без легального статуса да вы можете все это мы разберем с вами спасибо ребята ждите следующих видео подписывайтесь и шерайте публикуйте это видео как можно чаще